Хотел сказать, что у нас обстановка паводковая по идее остается стабильно напряженная. Основные у нас сейчас в зоне внимания находятся Крылжарский район и город Петропавловск. Так как сейчас самые питьи проходят именно в данном районе и в областном центре. На сегодняшнюю минуту у нас сейчас получается по области в общей сложности потоплено было 947 домов, из которых 910 остаются потопленными. Как вы знаете, у нас в городе эвакуированный микрорайон Заречный, Кожевиный и сейчас проводится эвакуация микрорайона Подгоры. Я не знаю, вчера проводил, сейчас проводится на данный момент. Касаемо по Крылжарскому району проведена эвакуация в поселке Тепличное, также до сих пор продолжается эвакуация в поселке Прибрежное. Здесь хотелось бы обратить внимание на наших граждан, большинство из которых законопослушные и соблюдаются требования. Но есть и тот процент людей, которые категорически отказываются исполнять требования по эвакуации, что очень осложняет именно работу и влияет на время. Взять, например, у нас поселок Прибрежный, взять у нас, допустим, уже под гору, уже на протяжении трех дней население полностью информируется о необходимости эвакуации, о том, что идет большой поток воды, что возможны частичные потопления домов, что будет проводиться эвакуация. Давалось время на самостоятельную эвакуацию. Но многие из граждан данные требования игнорируют. В следствии чего, вчера даже у нас была проводена частичная эвакуация Прибрежного, ночью ряд граждан вернулись назад. И то время, которое можно было вывезти элементарно на вахтовых машинах по сухой земле, провести эвакуацию за час-полтора, сейчас приходится на каждые 2-3 человека на лодке уходит до часа времени, то есть доплыть в один конец, с учетом ветра течения, их эвакуировать, привезти назад. Это очень затягивает время, получается, концентрирует большое внимание и время сил и средств спасателей. Сталкиваемся повсеместно с такими моментами, и люди тянут до последнего, пока вода уже не придет, но учитывая, что у нас течение идет сильное, вода приходит очень быстро, многие люди не успевают эвакуироваться. Поэтому еще раз хотелось бы довести до всех граждан, что это делается в целях их же благополучия и сохранения жизни. Также у нас имеется на данный момент 18 переливов через дорожное полотно республиканского, областного и районного значений. Кроме того, у нас хотелось бы отметить, что идет, продолжает идти небольшой спад уровня воды на Сердейском водохранилище. За последние 3 дня, вот сейчас постоянно 18 часов, упало на метр. То есть, если 3 дня назад у нас был перелив, максимальный перелив был зарегистрирован.